День славянской письменности и культуры учрежден в память о просветительской миссии святых Кирилла и Мефодия, создателей первой славянской азбуки. Свыше 400 миллионов человек пользуются кириллицей, алфавитом, который появился более тысячи лет назад и объединяет весь славянский мир. Во всех муниципальных образованиях Краснодарского края сегодня проходят мероприятия, в том числе и в Лабинском районе. В 13 часов во всех поселениях стартовали мероприятия. Подключены все учреждения культуры, это и музеи, и выставочный зал, библиотеки, клубные учреждения. Некоторые поселения выбрали для себя места проведения, это открытые площадки, так как, например, сегодня в городском парке в 13 часов начался концерт творческих коллективов Лабинского культурного центра и детской школы искусств. Также в рамках мероприятия в городском парке организована книжная выставка и выставка мастеров декоративно-прикладного искусства. В начале было слово. В 9 веке просветители Кирилл и Мефодий не просто создали новую азбуку, они заложили основу просвещения. Они стремились к созданию славянской азбуки, по которой мы живем и в сегодняшнее время. Это азбука кириллица. Еще ими были переведены церковные книги, Библия, Ветхий Завет на славянский язык. В рамках празднования этого дня в Лабинском парке подготовили тематическую книжную выставку. Она вызвала особый интерес у молодежи. Данная книга, в ней рассказывается о братьях Кирилле и Мефодии. Очень интересная книга. Мы приглашаем всех желающих в нашу библиотеку посетить и прочитать данную книгу. Помимо этой книги еще очень много представлено разной литературы на данную тему. В этот день в городском парке мы увидели много школьников. Несмотря на то, что накануне завершился учебный год, интерес ко всему новому у подростков не угас. Они готовы изучать историю праздника, хотя многое уже знают. Благодаря созданию письменности стало возможным просвещение жителей Руси. День славянской письменности – единственный праздник в России, который соединяет в себе светские и религиозные мероприятия. Святых Кирилла и Мефодия почитает православная церковь. Значение вклада братьев-просветителей в распространение письменностей и религиозных знаний высоко оценили священнослужители. Статус святых братья получили после своей смерти. Юлия Сухомлинова, Игорь Исаков, телекомпания ЛАБА.